Мы с вами имеем ответственность, которая не только касается служения твое, это Божьи помысли. На много тысяч лет мы там, в Божьем плане, и у нас своя часть. Иногда я честно переживаю, насколько мы эту часть своя выполняем, как положено. Насколько в конце времени, когда будет показывать там, где мы были, там будет вакуум или наполненность. Вот я помню, однажды недавно я молился, постылся к деду, и во время очередной молитвы, я остановился подумать о церкви, и мне стало страшно. Я подумал, насколько церковь, где я пастор, занят Божьими делами, больше не жили своими. И то, что я уловил в духе в тот момент, не понравилось мне. Мне показалось, что церковь занята меньше всего Божьими делами. Занят своими. Это называется все наоборот. Потому что что Библия говорит? Ищите прежде царство Божие. Это не значит, что все остальное уйдет от вас. Нет. Бог не сказал, ищи мое лицо и будь бедным. Бог не сказал, ищи мое лицо и одевайся в тряпках. Нет. Он сказал, ищите прежде царство Божие, и все остальное, все абсолютно приложится. Мы ничего не теряем. Библия не против богатства, но оболшение. Имеется в виду, богатство думает, диктует тебе. Сначала ищи меня, а потом все остальное приложится, нарушая Божий принцип. Оболшает много людей. Бог даст тебе богатство. Бог даст тебе все. Но он говорит, прежде ищи царство мое. Заработал миллион? Не прежде беги, купи машину, бегать перед друзьями, чтобы хвастаться. Нет. Царство мое. И пока у нас не дойдет до такого, что царство Божие для нас важно, то я переживаю, что в истории Божьей наше время будет представляться большим вакуумом. Люди, которые Бога не искали, в постах не бывали, не молились много, в слове не пребывали, десять дней не давали, дела Божьи не делали, усердия не было. Они были озабочены самыми собою. Возвращаемся к Павлу. Последнее к филиппийцам. Третья глава. С девятого стиха. Но что для меня было преимуществом? Смотрите, Павел, у него много преимуществ. Ой-ой-ой, Павел! Он говорит, что ради Христа я почел четою. Павел говорит, что у меня было много преимуществ. И когда я столкнулся с Царством Божиим, когда я столкнулся с Богом, каждый раз в этом столкновении было необходимость выбирать, что важнее, и при том такой выбор был, что не вопрос, что первый, что второй. Не-не-не, не так было. Он говорит, что надо было выбирать, что одно это как золото, а второе посчитать за мусор. Бог другого не признает. Скажи да, аминь. Надо было посчитать за мусор. Даже не за второстепенно. Нет, за мусор, который не обращает внимания, даже вообще это мусор, зачем вы что? По сравнению с превосходством Господа Бога и Его Царства. И он говорит, все, что было у меня преимущество, оно было много. Но я хочу сказать, Павел говорит, у меня было много преимуществ. Он не сказал, что я выбросил, но мое отношение к этим преимуществам стало как мусор. И этот выбор мы имеем каждый день, каждую неделю, каждую минуту. И дальше написано там. Что для меня было преимущество, то ради Христа я почел тщетую или тщетую. Ради перевосходства познания Иисуса Христа, Господа моего, для Него я от всего отказался и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа. Что я вам показываю сейчас? Принципы, чтобы этот эстафет взять и успешно бежать с нею. Чтобы в нашем поколении была наполненность. Поэтому смотрите, в нашем времени не будет вакуум. В нашем времени мы хотим, чтобы была отметка. Жили люди, сделали. Вопрос поиска Бога не уступали. В постах не уступали. В Слове Божьем не уступали. В движение Духа не уступали. В отдаяния для Божьего Царства не уступали Авраама. В дело Божие они преуспевали всем сердцем, всей душою. И это поколение, Бог скажет, хочу вам познакомить вас с тем поколением, которое сделало самое значительное для моего Царства за всех времен. Даниил решал проблемы. Мы хотим быть успешными людьми, как Даниил. Успешные люди принимают решения. Я буду это, я буду так, я буду так. Вот мои границы, мои границы, границы, которые спасают меня. Это значит, если мы с вами поймем качества, какие были у Даниила. Первое. Придет повышение на личном уровне. Два. Через нас приходят изменения в полузу Божьего Царства в окружении, где мы. Одна девушка мне сказала, пастор, можно я умру в 30 лет? Говорю, чего? А пока морщины не успели прийти, чтобы в том Царстве я появилась без морщин. Я сказал, не переживай, живи до 120. В том Царстве ты появишься без морщин, даже если ты дожила до 120. Скажи, да, аминь. Я только что решил проблему множества женщин, только что. Живите долго, сестры. Скажи, да, аминь. А как же меня узнают, если я умру, из морщины меня увидят, красавицы? Не переживай, мы будем все уметь знать. Не переживай. Морщины в том Царстве не будут. А как же я слепой, как же я в том Царстве? В том Царстве слепоты? Нет. Ты будешь видеть зрячий вообще. А у меня зрение испорчено, не переживай. В том Царстве все будет четко, а там гораздо красивее. То, что ты скажешь, а я на земле ничего не видел, не переживай. То, что на земле, это мрачное. А то, что там, так что нечего переживать. Хотя и то мрачное земное, Бог хочет, чтобы ты видел и исселяю тебя. И Павел говорит, и найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, справедливость от Бога, поверен, чтобы познать Его и Сыну воскресения Его и участие в страданиях Его, состраданиях Его, сообразуя смерть Его. Павел говорит, я имею жажду. Вот есть такое состояние, которое должно все время быть в нас. Оно никуда не должно уйти. Хочу познать Его Боже. Хочу познать Его Боже. Когда в человеке все время есть этот внутренний настрой, хочу познать Бога. Хочу еще. Хочу еще. Это то, что Бог нам дал, что сохранит нас, стремясь, бегая дальше, вперед. Убери это, и ты остановишься, приостанавливаешься в одном месте. Павел говорит, чтобы познать Его. Кто-нибудь хочет познать Бога? Молодцы. И дальше Павел пишет, и он говорит, чтобы познать Его, и с силой воскресения хочу Бога знать, хочу с силой Его понять, хочу больше приобрести. Вот это каждый нормальный верующий, в нем это должно быть. В каждом. когда этого нету, стремление падает, желание падает, жажда падает, и ты становишься теплым. А Библия говорит, поскольку ты теплый, ни холодный, ни горячий, тебя Бог таких не сохраняет. Он выбрасывает. дальше он говорит, даже готов участвовать в страданиях, если понадобится страдать, даже быть похожи на Него в смерти. Так и было. Павел, в конечном итоге, сообразовался с Христом аж до смерти. И умер за Него, за Царство. И он говорит, я на это готов. Лишь бы в моем поколении я сделал свою часть. Вот такая готовность. Это говорит о посвящении. Нужно жаждать голод по Богу, по Его силе. Два. Посвящение, который готов страдать и даже умереть. Это не значит, что мы будем страдать каждый день. Это не значит, что мы умрем за Иисуса. Вообще, возможно, не умрем за Иисусом, просто умрем от старости. Или вознесемся. Но готовность должна в нас быть. воряда посвящения, когда нету, в том поколении, где нету такого посвящения глубокого, обязательно эстафет бросить. И Павел говорит, я хочу, готов страдать, сообразоваться, лишь бы я достиг. 12 стих. Я говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершенствовался, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Иисус. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только принцип номер три. Забывая задное, прошлое, что было, как было, забываю. Многие люди, почему они не могут без жертвы эстафетам хорошо? Они живут в прошлом. Десять лет назад, двадцать лет назад, пять лет назад, было когда-то, и так дальше. Иисус говорит, Библия учит, научись забыть прошлое и живи. Четвертый пункт. Стремись вперед. Это как японцы говорили. Сказали, проблема с Украиной, что Украина любит прославлять прошлое и деньги вложит много на прошлое, но ничего не делают в том, что касается будущего. Что бывает, когда я бегу, а мне говорят, смотри на прошлое, и так и живи. А тут я пытаюсь бежать и смотрю на прошлое, будут топтать в одном месте. Поэтому японцы, из-за того, что они не очень смотрят на прошлое, и они говорят, что нужно забыть ничего. Но они ищут новое, новое, новое. Неудивительно. Такой прогресс на столь маленькой острове. Япония была экономикой номер два много лет. И недавно смеялись, что Китай обогнали. Я бы не смеялся. Если вы видели размер Японии, вы бы поняли, что такая страна, по нашим меркам, это такая страничка, столько лет была экономика номер два. Из-за того, что они умеют забывать прошлое. Не нас бомбили во время Второй мировой войны. Да, мы много потеряли, но у нас не было два города, которые полностью уничтожены. Не было такого. У них было. они поражались во Второй мировой войне. Они много потеряли, а мы победили. Теперь смотри на разницу между Украиной и Японией за это время, что произошло. Все таки уметь стремиться вперед. Это золотое качество. Забудь прошлое. Ты колоусы раньше. плохо. Забудь это и стремись дальше. Не уничтожай свое ведение из-за твоего прошлого. Говорит, нет, скажет, бывший наркоман, не может такой. Кто сказал? Может. И поэтому Павел говорит, забываю заднее и стремлюсь вперед. Куда? К цели почести высшего звания во Христе Иисусе. А кто из вас совершен, так должен мыслить, а если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет. Впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить, и по тому правилю жить, не вернитесь назад, а начинай жить согласно то, что Бог к чему привел. И вот заканчивая мою проповедь, два местописания еще. Неемия пришел в город Иерусалим. Город разрушен, стена развалена. И когда он пришел, он сказал слова, которые я хочу вам сказать сегодня. Вторая глава 17 стих книга Неемия. И пастор Генри сказал церкви победу. Вы видите бедствие, в котором находится наш народ? Состояние, в котором находится церковь. Ваш сталом состояние, в котором находится церковь по всей Европе. Ворота его сожжения, огнем. Пойдем же, построим церковь победа и не будем впредь в таком уничижении. Поднимемся же братья и сестры, мужчины и женщины, дети и взрослые, бизнесмены и юристы, бомжи и художники все вместе. преподаватели преподаватели и электрики, поющие и хранители порядка. Поднимемся же вместе, как одна армия и построим царство нашего Бога. Скажи, аминь. Да, у всех есть проблемы. Да, у всех бывают сложности. Да, у всех есть проблемы на работе. Да, у всех есть проблемы дома иногда. Да, у кого-то есть проблемы, может, с родителями. Может, сегодня ты ночевал дома даже. убегаешь. Мы об этом не знаем. И мы не знаем все, через что ты проходишь. Что пока мы здесь поем Господу, дома у тебя ад на земле. Мы не в курсе. Лучше бы, если мы знали, мы бы содействовали, сочувствовали. Но при всем этом, возможно, кто-то не кушал два дня, а кто-то уже неделю, нет денег, не с чего кушать. Да, понятно. Но при всем этом, при всем этом, пойдем, построим, сделаем дело, выполним задание, ведение исполним, достигнем город, достигнем страну, достигнем народов и выполним это задание, и чтобы наше поколение сделало дело. Иисус свое время сказал Марк 16 глава стих 15 Марк 16 глава 15 стих Библия говорит в словах Господа Иисуса. Он не поменял никак этот зов его и сказал им идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей тварь. Стоп, стоп. Знал ли Иисуса, что будут времена, когда кушать ничего не будет? Знал ли Иисуса, что иногда будет тяжело просыпаться утром, когда не будете? Знал ли Иисуса, что будут конфликты на работе? Знал ли Иисус, что будут времена, когда государственные законы не будут поощрять успех человека в обществе? Знал ли Иисуса, что будет водитель грубо ездить за рулем? Знал ли Иисуса, что люди будут невежливые и кричать и обзывать и унижать? Знал? Да. При всем этом Он сказал, идите по всему миру. Он не только это знал, Он даже знал, что многие из них умрут за Него. Он даже знал, что многие убьют за царство. Он даже знал, что некоторые будут как Иоанн, их будут варить в масле. Он даже знал, что некоторые будут резать, что Петра будут распинать. Он это знал. Но несмотря на все это, Иисус посчитал, что это нужно, чтобы делали, Он сказал, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей тварь. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. А у веровавших же будут сопровождение знамения. 19 стих. Итак, Господь после беседования с ними вознесся на небо и воссел от сниж Бога. А они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении слова последующих знамениями. Аминь. Что не дописано там, это то, что когда они пошли, Петр умер в Риме, Фома умер в Индии, Андрею умер на Балканах, Иакова бросили из храма и разбился о камнях. Об этом же здесь не написано. Потому что разные методы перехода в славу, но они все умерли, делая задания и не закончили задания. Почему? Потому что Бог не хотел, чтобы они достигли совершенства без нас. Бог хотел, чтобы мы появились и мы сказали Иакова, что с ним было, бросили и брат Господин из храма. Ах, Иакова апостол убили его и радовали евреев. А с Петром распяли его. А что он делал в попытке достигать людей Словом Божьим? Он хотел Павел, хотел свое поколение покрывать Словом Божьим, не успел его убили. Почему Бог позволил, чтобы они не достигли, не закончили задания без нас. А теперь мы пришли. Так хочется, чтобы Бог не сказал, как жалко, что я забрал Павла раньше времени, потому что эти ничего не делают. так что Бог сказал и они исполнили, а даже больше, чем надо было, сделано. Аминь. Давайте встанем. Аллилуйя. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо, Иисус. Это такое чувство ответственности, большая ответственность. это время больших решений. Либо в группе, которая Бог скажет, мы сделаем. Или группа, которая скажет, я живу на земле 80 лет, из них 30 уже прошли, остались 50. 50 лет я занят собою, и меня больше ничего не интересует. Это одна группа, или вторая группа, которая скажет, командир Иисус, Господь, как ты сказал, так я сделаю. Что интересно, группа, которая занята собою, не будет иметь никакое преимущество в том, как они выглядят, что они имеют в жизни перед этой группой, которая отдалась Господу. Потому что эти, которые ищут Царство Божие, им приложится то, что эти ищут. простая логика, лучше будет в этой группе, которые ищут Царство Божие, которые не стыдятся молиться, не стыдятся Господа, которые не молчат об Иисусе, которые не ищут больше свое лицо хранить, лицо Господа. Группа, которые ради Иисуса, готовы новосиол.